Ритуал смотрины. Так политологи назвали выступление Виктора Томенко перед президентом страны Владимир Путин. Накануне провел рабочую встречу с губернатором региона в формате видеоконференции. Как политологи трактуют это выступление и почему по результатам таких встреч складывается политическое будущее губернаторов, рассказали наши эксперты. Я бы не стал оценивать это как такой полный объективный срез ситуации в Алтайском крае, потому что комментаторы к новости говорят это вообще про наш регион или нет. На самом деле политологи используют термин смотрины. Остался год по сути губернаторских полномочий и президент хочет убедиться, что губернатор адекватно проводит политику и что не стоит искать замены. Лично я делаю вывод, что Виктор Петрович Томенко готовится к переизбранию на второй срок. Те главы районов, которые встречаются и докладывают президенту, где он высоко оценивает их работу, идут спокойненько и перезбираются на второй срок. И соответственно те, которые не попадают в такой формат общения, как правило мы видим то, что их как раз убирают во время губернатопада. Можно говорить о том, что Владимир Владимирович хорошо оценил работу Томенко на посту и благословил его на второй срок. Владимир Путин ознакомился с аналитикой и дал свою оценку ситуации в Алтайском крае. По словам президента, все стабильно, спокойно развивается. Основные показатели промышленно и сельхозпроизводства Путину кажутся надежными, но президент отметил, несмотря на то, что в регионе есть хорошие инвестпроекты, в то же время фиксируется определенный спад инвестиций в основной капитал. Томенко поспешил заверить, что это не совсем так. В период, когда в целом по стране наблюдался спад, в Алтайском крае продолжался рост. Поэтому у нас не было так называемого восстановительного роста после спада, а последовательный на небольшой процент рост в номинальном выражении объема инвестиций просматривался. И в этом году рост этот продолжится. Мы ожидаем в районе 4-5% рост объема инвестиций в целом по 2022 году. Томенко в этом плане держался очень уверенно. Мало того, он не боялся спорить с главой государства, доказывая свою правоту и правоту того курса, который он держит. Тема инвестиций, она не случайно выплывала, потому что ситуация сложная в стране, международная обстановка сложная, огромные расходы идут на спецоперацию. И нужно искать, видимо, резервы для того, чтобы пополнять бюджет. А такие регионы, как Алтайский край, они в не очень выигрышном положении объективны. Также политологи отмечают, когда Виктор Томенко говорил об основных проблемах в регионе, в частности о нехватке врачей и учителей в селах, он таким образом как бы обозначал проблемы, которые пойдут в губернаторскую программу на следующий срок. Я бы еще отметил, что вот, пожалуй, самое тревожное, что надо было, наверное, отметить, это то, что сейчас повышается инфляция, цены растут, по нашим жителям больше всего это ударит. В первую очередь, потому что у них и без того маленькие зарплаты, и они теперь самое необходимое только смогут покупать в ближайшем будущем. Вот это очень серьезная проблема, она может породить другие проблемы, но реально все будет решаться, видимо, по выборам весной. Весной, а сейчас это такая предварительная смотри на такие произошли. И в конце общения Виктор Томенко услышал фразу, о которой, наверное, мечтает каждый губернатор, который тоже сдает своеобразный экзамен перед выборами. В целом, хочу вас поблагодарить, по-моему, работа идет, и неплохо.